Трамвайное депо имени Русакова оборудует под прием современных составов. Предприятие открыли больше века назад и сейчас перед строителями важная задача внедрить новые технологии и сохранить историю. Репортаж Игоря Агейенко. Годы идут, работа спорится. Проходя по этому трамвайному депо, не скажешь, что появилось оно еще при Царской России в 1912 году. Светлое и просторное именно по нему и создавали нормы, какими должны быть подобные ремонтные мастерские уже при советской власти. Изначально находившееся на берегу Яузы, оно регулярно подвергалось затоплением по весне. Вплоть до того, что передвигаться по депо приходилось на лодках, а вагоны вынуждены были расставлять на окрестных улицах. И вот в 50-е годы набережные Яузы одели в гранит, проблему эту решили. Сейчас именно в этом депо хранится самое ценное – столичные ретро-траваи. Настоящие раритеты, некоторые из которых старше даже этого здания. К примеру, этот вагон вышел на линию в 1872 году. Это один из самых красивых вагонов московского трамвайного депо, так называемая двухэтажная конка. Появился этот вагон в 19 веке и управлялся лошадьми. Отсюда и название. Здесь стоял машинист, который вот этим устройством тормозил на спусках, чтобы не наехать на лошадей. Это брусчатка, которой 112 лет сколько веков. Наталья Бажина уже 20 лет водит трамваи. И единственная на всю столицу умеет управлять всеми их видами. Поэтому разницу нового и старого определяет на раз-два. Если старый вагон у нас в час пик перевозил самое большое количество, это 85 человек мог перевезти, то данный вагон в Витязь перевозит 260 человек в час пик. Удобные сидения, у тебя все под рукой, тебе не надо никуда тянуться. Тебе на панелях все пишется, все подсказывается. То есть, ну, стали удобные, более современные вагоны. Климат-контроль, кондиционеры, датчики и камеры. Все это управляется всего с нескольких кнопок. Новые трамваи удобны для любых людей. И самое главное, для пожилых и маломобильных москвичей. В нашем парке 464 таких вагоны. Это трехсекционная, полностью низкопольная модель, которая отвечает всем современным требованиям. И можно сказать с уверенностью, что она комфортна для всех пассажиров. Но дальше космический корабль, если это уже футуристичный... Скорее всего так. Ну, то есть футуристичнее уже некуда. Нет, нет. Это очень хорошая, действительно, модель современного города. И одна из лучших, можно сказать, в Европе. За более чем вековую историю это депо пережило немало. Но до сих пор используется по назначению. Сейчас здесь эксплуатируется 125 новейших вагонов «Витязь». Спутники развития городов, они до сих пор привлекают тысячи туристов. Один только ежегодный московский парад старинных трамваев, чего стоит. А возможно, в скором времени на линии могут выйти и сделанные под старину машины. В принципе, многие города сейчас даже заказывают трамваи в ретро-стиле, но укомплектовый с современным оборудованием. Вполне не исключено, что и Москва когда-нибудь сделает такой же выбор. То есть это будут вот такие пузатенькие, либо вот такие ближе к дереву. Да. Но внутри начиненные трамваи. Да. В ближайшем будущем это депо ждет очередная реконструкция с полным перестроением под новые типы составов. Но историческая его часть обязательно останется. Игорь Егейнг, Александр Чуканов, Дмитрий Белоус, Алена Филатова. Вести.